Пока темы, извините, опять что перебиваю, мне просто сейчас надо там отбежать, просто когда вы с радиовышками затронете, если есть там возможности, я бы и сам бы, конечно, хотел бы послушать, вот Ольга Сорока заинтересовала тема про червяков в голове, я так понял, я улыбнула, и Юрия Степановича улыбнула, я так понял, Юрий Степанович не знает, что в голове живут червяки у людей, причем я не шутил, это просто световозможность, у нее будет возможность и время для Ольги и для ряда других слушателей и зрителей затронет одну из важных тем, почему люди это головные боли и не только. И не только, и действительно такое состояние и чувство, что лазит в голове, оно лазит в голове. Сверлана, а вот у нас есть анатом, может быть, вот он, если он, ну, и правда, патологоанатом. Ну, сейчас я еще поправлю себя, может кто-то скажет, есть еще это, как они, я сейчас по-научному ошибусь, гонококки, стафилококки, да, спасибо, я правильно произнес. Всякие коки. Всякие коки, да, вот это они там яички откладывают, вылупляются и едят мозги, и потом люди становятся плоскоземельщиками, шароверами. Ну, скажем так, ну, только плоскоземельщиками, шароверами, может быть, просто люди нечем думать тогда. Здравствуйте, уважаемый Юрий Степанович, приветствуем вас на Котлярову ФМ. Разрешите с вами поздороваться, я, к сожалению, забежала уже 30 минут, когда вы были в эфире. Нормально. Доброго дня вам, Юрий Степанович, давайте вернемся, если вы не возвращаете, все-таки к вашим изучениям. Вот по первому вопросу, будьте так любезны ответить на один вопрос, если не имеете ничего против. Значит, у вас есть патент, который вы показывали в прошлый раз, на электромагнитный излучатель, ну, счетчик, я не знаю, как это называется. Счетчик, да. Счетчик, хорошо, это только патент. А вот технические характеристики этого вашего изобретения, вот где можно с ними ознакомиться? На базе каких параметров вы делали вот этот счетчик? Все очень просто. Да. Значит, мы его создали не ради удовольствия. Ну, понятно. Да, вот если вы посмотрели «ТВ спешит на помощь», два ролика есть в Ютубе. Я видела. Ну, вот. Значит, у нас стали вешать, ну, лет 20 назад эти станции базовые для сотовых телефонов. Ну, и, а рядом у этого дома 21, внизу там ресторан, там армянин, хозяин, и у него на крыше штук шесть этих антенн. Штука шесть? Да, на первом этаже. И люди стали себя плохо чувствовать. В доме стало много раковых больных. Они помирают. Они помирают. Вот. И у меня этот Валерий, с которым мы в дальнейшем работали, говорит, Юрий Степанович, как бы нам с ним повоевать? Я говорю, воевать надо аргументированно. С кем? С этим армянином воевать? Нет. Это уже со всем миром. Армянин – это частный клерк, который берет деньги, чтобы получать бабки за уничтожение нас. Он не понимает, а может и понимает. Но его больше интересуют бабки, которые ему платят эти структуры, а они все иностранные, если вы знаете эти сотовые связи. И поэтому вот так. Я говорю, давай тогда мы с тобой попробуем что-нибудь сделать, как можно замерить. У него был один хороший парень, Саша, электронщик. Мы с ним пообщались, поговорили, обсудили проблему. Я говорю, ну, для того, чтобы бороться, нужно писать патент. Он говорит, ну, патент – это два года, то есть мы ничего не добьемся. Я говорю, а мы пока будем воевать без патента. Вот. И мы создали этот прибор. А теперь чем он отличается? Ну, если вы знаете, о чем идет речь, то в науке это называется напряженность электрического поля. Напряженность электрического поля. Да. В действительности, что такое напряженность, никто не знает. Понятно? Почему? Потому что они сразу вводят ложный параметр. В действительности, как я уже говорил, это плотность электрического поля или, что одно и то же, концентрация электрических зарядов всеродов в конкретном виде излучения – светового, звукового, радио. А это СВЧ-излучение – это очень маленький размер всеродов, который граничит с размерами нашей клетки. Почему он очень опасен? Ну, поговорили, поделали, стали ковыряться, как говорится. Одно – ковыряться, а второе – а я патентовед. Я стал готовить заявку. Ну, когда мы подготовили заявку, ну, много руганий было. Ну, нормальная эта форма, я, как это говорится, решать задачку, серьезно, это каждый день ругаться, потому что надо доказывать свою правоту друг другу. Ну, мы сумели друг другу доказать, а я сумел еще и оформить патент. Через два года я получил этот патент. И мы… А прибор мы сделали много раньше. Ну, экспериментальный. Конечно, он не из лучших материалов, не из лучших технологий, но он работает. И мы поехали в стандарт, чтобы узаконить его. Да, а нам сказали, ну, что же, получается, что мы должны запретить сотовую связь? Я говорю, да нет, надо сделать так, чтобы она не была вредна. А у нас учебник есть, я в электронике автоматики 7 лет читал лекции. Там есть указание, что СВЧ-сотовая связь должна состоять из сотовых зон с излучателями, которые устанавливаются на высоте не ниже 70 метров от земли. Там все это есть. Вот с этого момента и подробнее. Где можно увидеть, скажем так, вот этот документ? Где можно увидеть? Нигде мы искали, нигде нету, что, значит, излучатель, вышка должна иметь… Топ-топ-топ. А вы посмотрите тот фильм еще раз. И там мы показывали и этот учебник, и страницу. Внимательнее надо быть. Странно. Хорошо, я пересмотрю. Хорошо. Значит, этот учебник и страницу. Да, там все есть. Мы показывали это. Вот. И после этого меня стали уже притеснять в электронном институте. Потому что… Вот. Это дальше идет. Мы обращались к администрации дома, где он стоит. Они говорят, ну что ж, я должен людей лишить этой сотовой связи? Я же ничего против не имею, чтобы у вас была связь. Ну, делайте соответствующим образом. На жилые дома не ставьте. Дальше. Не ставьте на первые этажи, чтобы дома насквили. И мы вам показали. У нас приборчик. Самый примитивный. Мы его первый сделали. Мы закрываем окно, если вы помните. Только мы открываем краешек, прибор сразу зашкаливает. Что он измеряет? Он измеряет концентрацию или плотность электрических зарядов. Когда мы закрыли фольгой, фольга его поглощает. Да. Вот. А как только мы делаем, почему? Потому что стекло диэлектрик, оно его пропускает безо всякого. Ну да, смотря какое стекло, но дома это было стекло диэлектрик. Мы же говорим о стекле, которое в окне. В окне. Хорошо. Делим. Говорим о нем. Оно пропускает. Да. После этого, когда мы уже сделали регулируемый прибор, это индикатор был. Потом мы сделали регулируемый прибор. И поехали в… у нас в Подмосковье есть Фрязево, где это. Они отказались нам его проверять. У нас, говорят, свои приборы, они у нас работают. На самом деле они не работают. Но если они сделают нам и дадут документы, то им надо будет отказываться от своих. То есть они столько лет врали. Почему мы подняли этот вопрос? К нам приходят с приборами и говорят, видите, у вас ничего нет. А мы говорим, ну хорошо, давайте мы вам покажем наши. А они сразу говорят, а у вас не гастированные. Кто выпустил? Понимаете, какая ситуация? Да, это не гастированные. Да, да, да. Поэтому мы это делаем. Пост – это интернациональный. Согласна. Есть один параметр, так же, как мы знаем, что есть электронный час. Измерение времени электронное. Так же мы знаем, что есть измерение одного метра. И весь наш план метр пользуется этим. Вы теперь очень хорошо сказали. И вот у них единица измерения микроватт на метр, по-моему, называется. Я сейчас уже не помню, но, по-моему, такое. Или ватт на метр, или микроватт на метр. По-моему, микроватт. Микроватт, наверное, ватт не может быть. На метр, тем более. Микроватт на метр. Да, микроватт. Ну, я это к чему? А станции-то ставят не микроватты, а какие? А? Ватты. Ватты, да, ватты. Посмотрите, на сколько порядков выше. Шесть порядков. Правильно. Но там же на метр расстояние побольше. А вот это и есть вранье. Это и есть вранье. Это и есть вранье. Когда мы сделали прибор, мы поехали в одну фирму. Не буду говорить, она нам не могла дать документы, но она у нас проверила. Она говорит, мы впервые встречаем прибор, который действительно работает и показывает соответственно. Что это значит? Они сделали приемник. Этот, не приемник, а этот. Да, приемник. И сделали передатчик. Вот они передают электричество там за 20 метров или за 50. И такую же мощность принимает приемник. Мы поставили наш прибор к приемнику. Наш приемник полностью повторил эти характеристики. Они дают 1 ватт. У нас показывает 1 ватт. Они дают пол ватта. У нас показывает пол ватта. То есть, наша градуировка, она не могла быть другой. Мы исходим из конкретных величин. Она полностью совпала с этими делами. Но я беру прибор, и он у меня меряет и на 100 метров в концентрацию, и на 300 метров в концентрацию. А по их данным только 1 метр. Вот тогда и появляется опасность. Вам говорят, что все рассеялось. А как же тогда связь-то идет? В метро, в машинах. Только они прошивают, они дают огромную концентрацию и нас уничтожают. Под прикрытием создания хорошей связи. И я всем говорю, для того, чтобы поймать рыбку, нужно что? Крючок и наживку. Вот нам наживка в сотовую связь. Мы без нее жили. И знаете, неплохо. Не могу сказать, что мы куда-то не успевали. Хорошо. У меня снова возникает такой вопрос. Значит, о 70-метровой вышке вы говорите, что есть учебник. Это теория, 70-метровая вышка. А теперь разрешите мне немножечко вам чуть-чуть объяснить. Давайте. Будьте так любезны послушать. Сигнал распространяется таким образом, потому что он узконаправленный. А почему он узконаправленный-то? А он узконаправленный. Потому что так работает сотовая связь. Он узконаправленный. Он не распространяется по-сферически. Никак. Тогда надо будет сильную мощность и частоту. Поэтому используется. Давайте так. Я с вами соглашусь. А сколько направлений-то там? А вот. А сколько направлений? Значит, еще каких 10 лет назад на 3G работало только 4, как они называются? Господи, не клиента, ну как, потребители. Пятый потребитель должен был подождать, пока эти 4 переговорят. А сейчас что получается? Что чем короче расстояние, значит, 36 потребителей могут одновременно не только говорить, но передавать и битвы. Почему вам на ум не приходит, а почему 36? Почему 4? Потому что все зависело от мощности и от частоты. Потому что сейчас 3G используют другую частоту. Это не. Частотные в любом случае. Другой вопрос, что они там в диапазоне делают границы. Вопрос-то в другом. Вот они делают диапазон. А 4, это на 4 части. А 36, это 360, это круговая. И вот тогда... Которая разделена на 3 антенны. Один только базовая станция, которая принимает сигнал. А 3 антенны, они, как они называются, неактивные. Они неактивные, они пассивные. Только одна направляющая, принимающая, она активная. Остальные пассивные. И почему, когда вы... Подождите. Когда вы говорите о пассивной станции, кто будет выражать-то? Вопрос главный. Активность протекает во всем пространстве? А где же... Нет. А где же тот проводок... А где же тот проводок, по которому течет электрический ток в изоляции? А, окей. Нет там изоляции. И мне не надо лапшу вешать. Я электричеством занимаюсь давно. Ну, мы с вами сейчас и разговариваем по этому. Научите нас непросветленных. Хорошо. Так вот, станция передает приблизительно, приблизительно. И давайте оставим эти 3G, потому что еще в таких городах России, не в центральных, а в периферических городах России, используют 3G. И вот это 20 гигабайт, она постоянно распространяет. И на вот станция. И на эти 20 гигабайт потом накладывается звуковой сигнал. И вот он распространяется. Правильно, 20 гигабайт, он работает 24 часа в сутки. Правильно. Потому что кто-то в этот момент должен позвонить. И он звонит и ночью в 3 и 4 утра. Не могут они отключать. Да, это всегда распространяется. Но это, да, это активный сигнал. Так вот, если СВЧ, мы возьмем ту же самую СВЧ-печь или СВЧ-сотовой связи, все зависит от частоты и мощности. Правильно? Да, тоже возражает. Что? И вот, и частота и мощность, которая используется в СВЧ-печке, она совершенно другая. Она действует на молекулу воды, которая находится в продукте. Правильно. Давай так, печку не трогайте, это особый разговор. Ладно, не трогаем печку. Нет, ну вы как-то один раз затронули, что это то же самое, что СВЧ-печка. Хорошо, давайте не будем трогать СВЧ-печки, только... СВЧ-печка работает на тех же диапазонах. Но теперь очень важно. Она изолирована металлическими экранами. А связь не изолирована металлическими экранами. Почему я вам сказал, где тот проводок, по которому бежит ваше направление? Оно течёт по всему объёму. Узконаправленно. Не течёт оно по сути. Какое имеет значение? Вот мы берём, я вам объясняю, вот лазер даже. Уж на что он узконаправленный? А через километр у него... А если 30 километров? Так не то. Вот именно. Чем больше станций стоит, тем меньше расстояние и мощность уменьшается, потому что не надо такой... Концентрация остаётся. Что? Концентрация. Ну как она может оставаться? Дело в том, что мы постоянно пронизаны СВЧ-лучами. Сейчас я стою... Ну да, тут у меня два монитора, лампочка. Понятно, мы все пронизаны. В каждом телефоне, в современном телефоне сотовой связи, есть такая опция. Можно туда зайти и посмотреть. Значит, есть таблица, где написаны все параметры, сколько излучает и насколько оно вредно для здоровья. Это международная организация здравоохранения. Верить этому, не верить. Во-первых, каждый может посмотреть эту таблицу и проверить, насколько заданные параметры правдивы. Потом, это же есть опция в том же самом телефоне. Вы подходите, подключаете его, настраиваете на эту опцию и ходите к каждому излучающему компоненту и измеряете. Так вот, мы измеряли везде, и только когда мы включили фен, так там зашкалило. А даже в дом, когда входит интернет, ну ладно, это немножко по-другому, ну ладно, входит, он совершенно, параметры даже ниже, их вообще даже нельзя физически прощупать, этот телефон, он их не фиксирует. Понимаете, насколько они низкие. Но фон, ой, пердон, фен, обыкновенный фен для сушки волос, там зашкаливал, там не хватает градуации. Понимаете? Так что, правильно, а мы не можем, например, хорошо, мы волосы выкинули на улице, посушили так. Дело в том, что хорошо, нас все убивают. Так вот, может быть, в этом случае, когда у нас много антенн находится, дело в том, что эта антенна, которая на этом доме находилась, на противоположном доме, она некрасива сама по себе. А вы знаете что? А вы подойдите в этот самый дом и спросите у жильцов, если они не страдают от этой антенны. Я вам еще одно скажу. Так вот, эти жильцы вот этого дома получают в среднем от 2 до 3 тысяч долларов в месяц за эксплуатацию зданий. Так вот, если эти антенны принести на вот этот дом, где вы с товарищей... Получают бандиты в управлении, которые уничтожают народ за их же деньги. Хорошо. Не путайте эти понятия. Так давайте сделаем так. Бандиты. Так давайте конкретно скажем. Значит, российские граждане дали возможность бандитам брать эти деньги. Хорошо, я вам скажу такой пример. Бандиты не спрашивают. Хорошо. Разрешите мне тогда закончить мой рассказ маленький. В Испании, в таких же самых городках, вы не думайте, что мы разные, Испания одинаковая так же, как и Россия, такие же, точно такие же дома. Единственное, что может климат немного не так. Так вот, там идет война. Вот когда ставят вот эти вышки на дома, точно такие же безобразные, точно так же шлепают, это правда. Так вот, каждый дом начинает драться за эту вышку, потому что каждый дом получает две, там даже побольше. А если вот этот дом будет находиться на площади, в Красной площади, так он получает там до 15, 16, а то и более, даже я не знаю, там уже цифры, которые топ-сикрет, получают вот эти деньги за эксплуатацию помещения. И в каждом городе, в любом городе, в любом российском городе, они так сокрыты, вот эти вышки, что никто не видит. И никто не жалуется, ни у кого голова не болит. А никто там, никакой мальчик 22-летний до часу дня спит и не может проснуться, потому что у него головушечка заболела. И потом, а еще-еще такой интересный, это было в Швеции. Значит, возле приватного дома построили вышку, не подключили, только еще саму структуру. Так вот, вот это, как владелица вот этого, вот этой территории начала срочно жаловаться и звонить во всей станции, потому что у нее голова разболелась, плохо себе самочувствие. Подняла там полицию, все приехали, и потом говорят, дорогая моя, она еще не подключенная, это обыкновенный столб. А теперь про 70 метров вышка, о которой вы говорите. Вы понимаете структуру? Кто будет строить такую вышку, вы понимаете, это в какой норме ужасно огромный фундамент надо построить, чтобы построить это 70 метров. Кто будет лазить туда, протирать вот эти антенны на 70 метров высоты? И потом она должна быть направлена. Светлана, есть такое понятие. Ваши проблемы сотовой связью решайте не во вред природе. И все. Когда же вы пытаетесь мне объяснить, что за это платят деньги, это называется проституция. И все. Вот о чем идет разговор. Вас заставили так говорить, потому что вам за это платят, и вы готовы нам наврать. А чтобы был пример, я вам показываю. Смотрите, кино там четко показано, как электричеством бьют. Это первое. Второе. Мне не дадут соврать люди, которые уже смотрели мои ролики по таблице умножения. Нам со времен Петра Первого говорят о таблице умножения, а подсовывают таблицу суммирования. О чем вообще мы говорим? И эта власть врет. И оплачивает этих бандюков, чтобы мы были дураками и не могли ни в чем разобраться, включая сотовую связь. Хорошо. Юрий Степанович, давайте бандюки оставим, черт с ними, мне, знаете, как-то до лампочки. Вы знаете, в моем доме, в моем доме, так как у меня здесь нету ни одной сотовой связи, так вот, мой телефон действительно, если я его буду сейчас мерить, он излучает напряжение довольно-таки выше намного, чем, например, я буду находиться в каком-нибудь другом городе. Потому что он постоянно ловит сигнал и не может словить. И он излучает. Так вот, если пошло, какие бандюки и кто мне проплачен, я просто, мне истинно дороже дружбы. Понимаете? Это раз. Во-первых, никто мне не проплачен, вообще не проплачен. Каким образом? И потом, у нас, я сделала много-много фотографий, везде, на каждом дому, в каждом городе и висит вот эта антенна. Но мы с вами сейчас общаемся, да, это по всему миру, по всей нашей планете, по всей нашей планете висят вот эти антенны. Но вы их не видите, вы их не видите в больших городах, потому что делаются силиконовые фигуры, статуи, их подкрашивают с такими вкраплениями, будто бы это мраморные, а внутри стоят эти сотовые связи. Вы их не видите. Абсолютно. Понимаете? И когда кто-то там живет, они даже не знают, что они там есть. Они все прекрасно себя чувствуют. А насчет больная голова или мальчишка приходит, не может проснуться в два часа дня, это другой разговор. И больная голова. А вы знаете, что больная голова, это, во-первых, это психосоматическое заболевание, это грибковое заболевание, то, что вы говорите, раковые клетки, которые не существуют в природе, это снова такая же брехня, так же, как таблица умножения. Нет. Светлана, извините, Юрий Степанович. Когда мы говорим о раковых клетках, я четко сказал, так называемые раковые клетки, оно опухоль, это все равно опухоль злокачественная. Поэтому, вот когда вы тоже говорите, вот в Испании, во всем мире, я и говорю, вы меня извините, но вы воспитаны на дурных примерах. Где вы бы мне сказали, чтобы было наоборот, что ставили станции, которые улучшают атмосферу? Но они не портят атмосферу. Ну как же они портят атмосферу? Так. Они не портят атмосферу. Электричество самый страшный, через там 10-15 лет, люди будут понимать, что они умирают только от электричества. В зависимости, если какие, как она называется, на какую частоту, если перевести электричество на другую частоту, никакого вреда здоровья не несет. Нет. Вот давай так. Высокое напряжение идет у нас по проводам. В ближайшем радиусе запрещено строить любые же лень нахождения людей. Пожалуйста. Оно низкочастотное, оно тоже вредно. Но я уже ребятам об этом сказал. Это тоже самое радиация. Я тоже. зависит от концентрации и скорости излучения. Правильно. И под этими проводами высокого напряжения вы видите, никто не строит, дом себе никто не поставит, потому что там даже гул идет, элементарный, механический гул. Они будут налогом и будут говорить повышать цены на это электричество. Каждый месяц. Ну это же совершенно другое... Давайте... Это все тоже. Потому что... Банда, давайте. Банда и банда. Послушайте. Ваши базовые станции без электричества тоже не работают. Правильно. Тоже не работают. Поэтому все в мире завязано на электричестве. И любая структура наносит вред человеческому. Почему? Вот я вам показываю пример. Вот вы одеваете хлопок, шерсть. У вас нормально с организмом. Да. Одеваете синтетику. Вы заряжаете. Ну чего вы одели? Ну не видно. А вред огромнейший. Правильно. Вот поэтому мы собрались и действительно каждый со своими фактами доказывает, где правда. Не то, что доказывает, а мы хотим найти истину. Правильно. Я же утверждаю еще раз, что телефонная сотовая связь не наносит такого вреда, как идти действительно покушать в Макдональдсе. В Макдональдсе. Спитана, добрый вечер. Юрий Степанович. Юрий Степанович, добрый вечер. Мы с вами путаемся. Я вам сказал. Алло. Если бы вы... Вот в чем смысл. Если бы ваши сотовые станции хотя бы давали ноль, это было бы великолепно. Я не требую, чтобы они... Но дело в том, что один меньше, другой больше. Но это все равно вред. Вред. Если мы перейдем все на 4G, там еще будет меньше излучения. Извините, Андрей Сахалин, наверное, хотел вопрос задать. Сейчас, Андрей, 3 секунды. Вообще, в большом процентном соотношении... Я просто... Сейчас, Андрей, 3 секунды. Головные боли из-за червяков в голове. Я сейчас подробно не буду рассказывать. Просто вот Светлана знает, о чем я сказал. Это большое процентное соотношение. Если червяков в голове убивать, то... Да, 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 я знаю, я поняла. Да, вот. Мы сейчас не будем тратить время. Предоставим нашему сахалинскому другу возможность Юрию Степановичу задать вопрос. Андрей, да, пожалуйста. Да, вот смотрите, Юрию Степановичу и Светлане как раз вот сейчас расскажу вам ситуацию такую. Давайте так. Это будет наш последний момент. Да, то уже мы полтора... Да, спасибо большое. Хорошо, Юрий Степанович, вы меня поймете. И Светлана тоже, наверное, может быть, услышит. Я не буду никого обвинять, ничто. Я вам скажу те вещи, которые я вижу вокруг происходящие у себя на улице, с которыми сталкиваюсь каждый день. Про сотовые вышки я вам могу сказать так, что я работал инженером в сотовой компании, которая занималась интернетом, кабельным телевидением. И эти вышки у нас здесь в городе стоят все на административных зданиях и на магазинах. Никто на жилые дома их не ставит. И людям никто не платит. Светлана, это вот вам про то, что людям платят деньги. Светлане клирик. Вот. У нас они не стоят на домах нигде. Я вам могу вот завтра пройтись по городу, сфотографирую, где все вышки стоят. А у нас стоят. И в фильме это показано. И сколько? А в больших городах, да, их ставят. То есть там, потому что площади большие. У нас тоже на некоторых стоят районах отдаленных, да, их уже начали ставить, потому что не хватает мощностей. Это вот про вышки. Им не хватает мощностей. Смотрите, какой еще момент. Я заметил. Есть, Юрий Степанович, вы знаете, интерференция или наложение полей. То есть, ну, когда полей. Вот. Про интенсивность вот этих сотовых излучений. Смотрите, у меня есть блютуз-наушники. То есть беспроводные. Подключаю, включаю в уши и хожу по городу, слушаю музыку. Раньше они играли у меня нормально, отлично. То есть ни прерывов, ничего не было. Как только начали к нам приходить всякие йоты, не йоты, вот эти все 4G, сейчас я в городе могу нормально, комфортно слушать музыку только ночью. Я выхожу ночью с этими наушниками, они играют волшебно. Если я выхожу, когда иду на работу, идет большое количество людей, потоки машин, все, все ходят с сотовыми телефонами рядом. То есть интенсивность возникает вот этого движения людей с сотовыми телефонами. Эти наушники, они начинают просто заикаться, нереально даже слово разобрать. Это мне понятно. Вот. Это Светлане про то, что она говорит, нету никаких наложений. То есть я это ощутил на себе. Также есть телефон у меня, который по проводным наушникам играет. Ночью играет волшебно, днем я иду, уже на телефон до такой степени, то есть он у меня без си-карты, без ничего, начинает вот здесь, типа ляжь, что он тоже начинает заикаться. Я проверял, обматывал его фольгу, проходил днем, и на него нету никаких заиканий. То есть это, соответственно, идет из внешней среды откуда-то помехи. Не от меня же помехи идут. То есть начали они появляться с приходом вот этих нам в город 4G, усиление вышек, просто я смотрю, сколько их сейчас начинают тыкать, их такое большое просто количество стало. То есть это же все равно откуда-то берется. Вот про что я хотел сказать. Так можно как-то другого берется. Хорошо, Юрий Степанович, извините, пожалуйста, если... Пожалуйста, я молчу. Вот я вам сказал такие вещи, которые... Друзья, мы задерживаем Юрия Степановича, наверное, давайте его поблагодарим, чтобы и в будущем была такая возможность пообщаться. Юрий Степанович, Вячеслав Котляров от лица зрителей благодарит вас, чтобы пришли к нам в гости. Вот, это... Приходите к нам почаще. Спасибо большое. Приходите к нам почаще, Юрий Степанович. Всего доброго. Очень много. До свидания, Юрий Степанович. До свидания. До свидания. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник. 50% в кавычках погибших самолетов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Санникова» также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Бёрн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова